Большой утренний эфир на телеканале Санкт-Петербург, Марина Викова-Хонская, Николай Растворцев. Друзья, сегодня 17 апреля, понедельник, и если вам этим утром не хватает музыки, не хватает творчества и в чем-то фантастики, присоединяйтесь к нашему прямому эфиру, будет актуально, будет интересно. Волшебный сюжет, классический вокал, инклюзивная подача – все это о первом в России авторском мюзикле, полностью переведенном на русский жестовый язык. Подробнее о проекте Лэрри Лэя, Дева Рейна поговорим с его создательницами. Приветствуем в нашей студии Елизавету Фролову, автора идеи, руководителя и продюсера проекта, и Александру Кондрашову, драматурга и режиссера-постановщика. Доброе утро! Доброе утро! Рады вас видеть у нас в студии. Ну, мы все понимаем, что русалки – это тема мифическая, это тема мистическая, тема притягательная. Мы все знаем шедевры мировой литературы и авторов, которые писали о русалках и подобных девушках, скажем так. Насколько ваш проект близок к ним по музыке, по сюжету? Это тот случай, когда берем материал и впрямую ставим, или это какая-то фантазия, еще немножко петербургской мистики? Нужно сказать, очень важно, что у нас не русалки, у нас сундины. Это девушки, у которых есть ноги. Их отличие от обычных жительниц берега только в том, что они не могут выходить на солнечный свет, они могут жить только в лучах луны, они у нас такие полупрозрачные, мистические. И Петербург подходит, знаете, у нас солнце очень редко. Конечно, да, они в Петербурге могли бы жить. И, конечно, в основе лежит легенда баллады Генриха Гейна. Я оттуда взяла именно название, Лорелэ, очень музыкальное, для мюзикла очень подходит. Еще и его героиня как раз отличалась тем, что ее завораживающее пение губило мореплавателей. У нас мы немножко отошли в сторону, то есть мы взяли название, взяли предлагаемые обстоятельства, а сюжет мы позаимствовали у Ганса Христиана Андерсона чуть-чуть. То есть есть какие-то там мотивы, но в совокупности получилась очень необычная история, отличающаяся от всего, что есть на эту тему, потому что самое главное, что сюжетная линия построена немного на другом. А временные обстоятельства как-то сохраняются, времен Андерсона Гейна, или, может быть, это современность 21 века? Нет, это точно не 21 век, это, знаете, наверное, некое средневековье, но мы не говорим вообще о времени, то есть это что-то такое сказочное, что-то просто не относящееся к тому, что есть сейчас, совсем другое. Каким образом этот сказочный проект стал еще и инклюзивным? Изначально он задумывался как жестовый мюзикл. Я очень хотела поставить авторский мюзикл для коллектива Талани, который в нем играет и вместе с нашим штатным режиссером Александрой. И в один прекрасный момент я познакомилась с Екатериной Каноненко, нашей переводчицей. Она занимается жестовым пением и предложила мне сделать инклюзивный мюзикл, в котором будут играть люди с ограниченными возможностями. К такому я была не готова, но у меня родилась идея, чтобы сделать мюзикл, в котором каждое слово будет переводиться на жестовый язык, и обучить этому профессиональных артистов мюзикла. Сначала мы думали, что это абсолютно безумная идея, потому что артисты говорят на двух языках одновременно. Вот как раз какие нюансы с точки зрения вокала, с точки зрения хореографии, сценографии пришлось привнести, чтобы сделать этот мюзикл... Можно ли с фальшивить не тем движением руки? Да, и вот это вот тоже. Абсолютно. Жесты отличаются даже, в какую сторону ты его покажешь, или в какую сторону ты развернешь руки. Это разные слова. Поэтому, допустим, вместо препятствий у нас один раз артист сказал гора. Я прошел много гор. И Екатерина, ну, как бы ему сказала, о том, что ты говоришь абсолютно другое слово, откуда там гора... Ближе по тексту. По тексту, пожалуйста, да. И с импровизацией. Ну, вот что касается хореографии, ведь получается, когда поют руками, нет возможности повернуться, например, спиной. Абсолютно верно, да. В этом плане у нас хореограф Денис Айзен, он сказал, что, ну, интересно с этим работать, потому что, по сути, часть хореографии уже поставлена. Но вот все равно надо ее соблюдать. То есть, например, когда он хочет сделать там разные уровни, опять Катя говорит, почему у тебя река течет с неба? Такого не может быть. Река течет вот так. То есть он ограничен в каком-то плане. Но также вот он говорит, что очень интересно соединять хореографию с жестами, для того, чтобы у нас артисты не просто как переводчики стояли и все показывали. Но и не ошибались. Да, да. А вот как бы, чтобы руки пели, танцевали вместе с ними. Прежде чем мы это увидим и услышим. Александр, к вам короткий вопрос. Насколько в мире есть еще какое количество коллективов, или, может быть, вы знаете ваших коллег, которые пытались создавать или создавали что-то подобное? Насколько это уникально не только для нашего города? На самом деле мы очень плотно с Елизаветой изучали этот вопрос, и с Екатериной тоже, потому что мы находили несколько постановок в России, какие-то ссылки, статьи, и каждый раз нас пугали заголовки, что жестовый мюзикл или концерт с жестовым пением. И мы думали, все, мы не первые, это не мы сделали. И мы всегда находили в итоге видео какие-то доказательства, материалы, и понимали, что так, как сделали мы, пока не сделал никто, только потому, что у нас весь мюзикл переведен на жестовый язык. Ни на секунду у нас нет такого, чтобы кто-то из актеров не говорил на жестовом языке. У нас есть возможность увидеть фрагмент вашего мюзикла, и сейчас в нашу студию присоединяются к разговору исполнителям. Главной героиней из мюзикла Лорелия это Кристина Соколова. Также мы приветствуем в нашей студии Кристину Шишкину, Ольгу Захарову, и погружаемся в мир мистики, в мир фантастики, в мир искусства, и, конечно же, в мир русского жестового языка. Когда пропал и смысл, и мотив, Я больше не боюсь оставить за спиной, Тот мир, что освещен только луной. Хочу я сделать первый шаг, Хочу развеять страх в прах, Хочу всей кожей ощутить Светило теплые лучи. Я не боюсь свою мечту Разбить иллюзии темноту, Скорее вверх, скорей на свет, Под толщей вод мне места. Хочу я сделать первый шаг, Хочу развеять страх в прах, Хочу всей кожей ощутить Светило теплые лучи. Я не боюсь свою мечту, Разбить иллюзии темноту, Скорее вверх, скорей на свет, Под толщей вод мне места. Точно больше нет. Очень необычно, очень ярко, Спасибо вам большое за то, Что вы на это решились, За то, что вы это воплотили. Захотелось побывать и в зрительном зале, Чтобы действительно еще больше погрузиться И в вашу историю, И в этот необычный язык, И чтобы мы действительно все Стали еще немножечко ближе, Даже если у нас какие-то сложности, И разделяют. Спасибо за участие в большом утреннем эфире На телеканале Санкт-Петербург. Спасибо большое.